На самом деле прокурорские проверки торговых точек сейчас проходят по всей стране. Такое поручение буквально накануне дал президент, чтобы здоровью покупателей ничего не угрожало. Сотрудники прокуратуры проверяют самые популярные товары. В документе от Генеральной прокуратуры черным по белому прописана критическая ситуация с молочной продукцией, а значительная доля мясной, рыбной, кондитерской промышленности не соответствует законодательству. Поэтому на полках ищут не только просрочку, вчитываются в каждую букву. В ходе проверок в организациях розничной торговли мы, естественно, обращаем внимание на сроки годности товаров. Также проверяем документы, медицинские справки продавцов и иную документацию. По результатам проверок будет дана юридическая оценка, будут приняты меры прокурорского реагирования в целях исключения проявления нарушений. Эти рейды совместно с Роспотребнадзором и Ростельхознадзором прокуратура проведет по самым ходовым супермаркетам. Чаще всего персонал магазина рассчитывает на то, что людям лень или некогда сверять даты. А между тем в продукте, который перележал, могут завестись опасные микроорганизмы. Нередко о нарушениях покупателей сообщают сами. Внеплановые проверки у нас проводятся по мере поступления обращений граждан. Каждое обращение незамедлительно нами рассматривается, в связи с чем выносится решение о проведении проверки и проводятся проверочные мероприятия. Однако предприниматели все равно надеются, что их-то не заметят. С товарами зачастую многое непонятно. То штрих-кодом дату выработки закроют, то упаковку заменят. Но если такие нарушения найдут, штрафов не избежать. Да и от закрытия магазина на 90 суток никто не застрахован. Но претензии у прокурорских работников возникают не ко всем магазинам. Главное же не наказать, а убедиться, что здоровью людей ничего не угрожает. Наталья Тюрина, Андрей Просвиркин. Наши новости.